Поговорим про запугивание. Тема актуальная и все мы испытываем страх, страхи. Все мы сталкиваемся с тем или иным видом проявления запугиваний, внушения, страха. И вот сегодня поговорим. Прежде чем раскроем эту тему, я хочу сказать, что запугивание – это один из способов манипуляции сознанием людей, воздействия на их поведение. И один из способов манипуляции сознанием людей – это навязывание определенного стандарта нормальности. Когда есть четкие критерии нормы. Нормальность, она часто закрепляется в чем? В морали. В общественной морали, которая, как известно, менялась и меняется. И она обусловлена исторически, национально. И нормы морали везде разные. И навязывание вот этого стандарта нормальности – это способ тоже запугать человека. То есть, и навязывание повестки дня. Когда человек не соответствует какой-то вот этому стандарту нормальности, он испытывает страх невольный, страх быть отверженным обществом, страх наказания, страх изоляции и так далее. У этого могут быть очень своеобразные последствия. Человек может пойти на преступление, чтобы привлечь к себе внимание. И для некоторых людей это действительно очень серьезный мотив для совершения преступления. Чтобы о них начали писать газеты, говорить в СМИ, обсуждать их и так далее. Об этом тоже надо помнить. Поэтому я считаю, что мудрость состоит в том, чтобы не обсуждать никого и не осуждать. А думать только о себе. О своей жизни. То есть, вы приходите в этот мир с определенной миссией. Для чего? Для того, чтобы раскрыть свой безграничный творческий потенциал. И поэтому в этом и заключается ваша работа. Где бы вы ни находились, на какой бы должность вы ни занимали. Раскрывать себя. Раскрывать себя это что значит? Обращаться к своей душе, к своему подсознанию, к своему богатому внутреннему миру. Который всегда позитивен. И соответственно, что? Нести в мир что? Позитив. А не осуждение и не обсуждение кого бы то ни было. Это круче, чем толерантность. Толерантность, она себе и желает идея. Я смотрю, что очень мало об этом говорят сейчас. Потому что она показала свою, в принципе, может быть, однобокость какую-то. А вот именно идея своей миссии, раскрытие своего потенциала, безграничного творческого. Она очень продуктивна и, я думаю, она самая эффективная и долгоиграющая. И поэтому и здесь уже, понимаете, когда вы не можете выразить себя. И когда вы занимаетесь обсуждением других людей, их слов, поступков и осуждением других людей, это говорит о вашей собственной несостоятельности. Потому что вам больше сказать не о чем. Вам обсудить нечего больше. Вы не выражаете себя. Вы не живете своей жизнью. Вы не осуществляете свою миссию и свое призвание, которое вы не осознаете и не понимаете. Вот здесь такая вещь. Поэтому здесь очень любопытно, как у нас все люди заняты другими, но не собой. Запугивание. Возвращаемся к теме. Эффективность использования страха как инструмента убеждения в попытке изменить установку или поведение других людей. Эффективность использования страха как средства убеждения варьируется в широких пределах. И вот сейчас поговорим о наиболее важных факторах. Очевидно, что запугивание осуществляется с помощью языка. Поэтому любое государство требует знать государственный язык, с помощью которого человека можно запугивать. С помощью которого можно заниматься манипуляцией. И в этом есть смысл государственной политики языковой. Когда защищаются у нас, допустим в России защищают русский язык, но зачем его защищать? Зачем? Русский язык он везде и всюду. А вот людей, которые мыслят глубоко, умеют размышлять, понимают силу слова, умеют исцелять с помощью слова. Таких людей очень мало, которые оригинально мыслят, которые создают свой язык. Самое же интересное, это свой язык создать на основе общего. И это и есть в этом, и выражается стиль, индивидуальный стиль. Давайте возьмем те, кто себя проявил наиболее ярко. Ну это, конечно же, Владимир Маяковский, Андрей Платонов и так далее. Мы их узнаем сразу же, их стиль. Вот, это язык культуры, но это не язык массы. А для большинства язык это что? Форма. Язык является способом сбросить с себя негатив. И что? Воздействовать на других людей. Вот что мы видим. В реальности, для чего используется язык. И обмануть, конечно же. Вот и посмотрите мои ролики на тему обмана. Я там рассказываю, что во всех языках заложен обман уже. Кроме там языка аборигенов Амазонки. Там невозможно обмануть. Я об этом рассказывал. Вы помните, те, кто смотрит мои ролики. Я говорил о том, что вот, допустим, абориген не может сказать, у меня есть жена, если ее нет рядом. Потому что она ушла к другому. Уже он... Он же не в курсе. Вот это язык такой фактический. Вот если рядом нет жены, он не может сказать, у меня есть жена. Скорее всего... Да, у него жены нет. А в нашем языке это можно сказать, у меня есть жена. Хотя, может, она уже и решила подать на развод. И уже встречается с другим. Вот. Так что... Вот для чего используется язык. Да? Язык используется для того, чтобы... Запугивать людей. И вот давайте поговорим об инструментах. Вот страх – инструмент убеждения, да? Первое. Первый фактор важный. Наиболее важный. Насколько неприятно описываемые события. Ну, давайте проанализируем. Везде нас запугивают, да? Ну, СМИ, понятно. СМИ запугивают. Постоянные сообщения о катастрофах, о болезнях, о чужаках и так далее, и так далее. Вырываются какие-то отдельные факты и что? Вот принцип бинокля, да? Как мы знаем, одна из ловушек негативного мышления. И вот этот факт преувеличивается и подается как общее место такое, да? Как норма. Дальше. Дальше. Смотрите, в школах запугивают людей, да? Этих детей. Не будешь учиться, будешь там... Вдерьми рыться. Оставим на второй год. Не закончишь школу, да? И так далее. Посмотрите, запугивают детей. Ну, органы власти запугивают тоже, очевидно. Аппарат принуждения есть огромнейший просто, да? Инакомыслия не допускается никакое. Вот церковь существует. Церковь, пожалуйста, страх. Страх Господень, да? Вот. Страх Божий. Надо бояться Бога. Ну, а дальше что следует? Нет власти не от Бога, значит, надо бояться власти. Вот в страхе живут. Вот рабство. Ментальное рабство, да? Вот так. Это все о ментальном рабстве. Люди запуганы. Насколько неприятно описываемые события. Дальше важные факторы эффективности использования страха. Насколько возможно неблагоприятное развитие событий, если рекомендованные действия не будут предприняты? Да. Ну, вот человеку внушается. Вот если вы не будете маски носить, вот я сегодня с Бельгией разговаривал, вот мне там рассказали, что люди все запуганы. Все боятся. И что? Если они не будут носить маски, то они будут оштрафованы. Люди боятся из дома выходить и так далее, и так далее, да? Если вы не будете делать то-то, то-то, то что вы, если вы не будете подчиняться, вы можете, что, потерять работу, лишиться премии, да? Если вы будете что-то не то говорить, опять же, вас просто изолируют, вас никуда не допустят, нигде не будут печатать, и вы в черный список попадете, и так далее, это везде, так поверьте мне, везде. Все, да, то есть, пожалуйста, запугивают людей для того, чтобы они, и, соответственно, подчинялись, да, и, соответственно, человек уже, что, раздумывает, а стоит ли ему там что-то начинать, да, делать, не бояться. Вот. В отношениях тоже, да, вот если там человек, допустим, не подчиняется, ну, все, что? Разведется, может потерять какую-то поддержку материальную, да, и так далее. Страхи. Насколько дальше, насколько эффективны рекомендованные действия, и помогут ли они повернуть ход событий в благоприятном направлении? Вот. То есть, страх, может быть, здесь, человек может рассчитывать, да, ну, может быть, вот, мне это выгоднее будет. Бояться, может быть, выгодно, да, потому что, вот, я сижу, не вякаю, ничего не делаю, подчиняюсь, а за это, что я получаю хорошую зарплату. Статусы, награды, продвижение по карьерной лестнице, и так далее, и так далее. Какие-то поощрения, премии. Дальше. Способен ли человек, получивший рекомендацию, выполнить указанные действия? Ну, страх, он должен быть тоже, как бы, вот это внушение, да, запугивание. Запугивание должно быть разумным тоже. Сможет ли человек выполнить указанные действия? Допустим, человека можно запугать сделать то, что он не сможет сделать ни при каких условиях. И он тут просто перестанет бояться уже, если вы что-то заставите его делать. Где все в нем воспротивится, и страх любой пропадет, да. Поэтому запугивание должно соответствовать тому, на что человек согласится. На что он может согласиться, при этом не переступая какие-то, ну вот, абсолютно там, святые для себя вещи, да и невозможные для себя вещи. Которые он не сделает ни при каких обстоятельствах. Лучше там, ну, убьет, убьет кого-то или себя, или себя убьет, в конце концов. Запугивание. Таким образом, люди более склонны изменять свои установки или поведение, если они убеждены, что в противном случае произойдут пугающие события, если они могут предпринять эффективные действия, направленные на предотвращение этих событий. И мы видим, что когда пугающие события могут произойти их, могут произойти люди склонны изменять свои установки или поведение. Ну, допустим, вот страх в тюрьму попасть, да. Люди могут поменять свои установки или поведение. Допустим, вот те же насильники, допустим, или люди, вот, которые терроризируют, да, запугивают вас, психопаты там какие-то, да. Но они же боятся тоже, поймите. Они тоже боятся. Чего они боятся? Вот наказание, тюремного срока, штрафов. И тогда они будут менять свое поведение. Или если могут предпринять эффективные действия, направленные на предотвращение этих событий, да. Какие действия эффективные можно предпринять? Вот запугивание происходит, например, да. Что человек может сделать? Он может как-то, допустим, если вот видеонаблюдение где-то, да, то он может, в принципе, что не красть, да, изменить свое поведение. Вот, он, может быть, украл бы, если бы не было видеонаблюдения, а так оно есть, и он боится. И таким образом может предпринять эффективные действия, направленные на предотвращение событий этих, да, кражи, на предотвращение преступления. То есть запугивание может быть еще и, может быть, и позитивным. Я-то начал с негативных сторон, да, запугивания. Но манипуляция, она может быть и в интересах всех, в интересах других людей. И тогда человек не совершает преступлений, направленных против личности, да, пожалуйста. Но, как правило, запугивание все-таки используется для того, чтобы манипулировать людьми как инструмент убеждения, да, поменять поведение других людей, сделать их покорными. Вот, власть этим пользуется и использует не только всю свою систему, да, но и там пропаганду, например. Вот она постоянно происходит, эта пропаганда. Мы это видим и слышим. Вы не можете свою повестку дня навязать. Это делает только власть. Вот, она решает, о чем надо говорить, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Поэтому, если вы о чем-то начинаете говорить, вас просто не слышат, не понимают. Да, делают вид, что не понимают. Потому что сами боятся. Еще есть элемент самозапугивания тоже. Потому что тот, кто пугает, тот сам боится часто. И мы это наблюдаем. Какой страх у власти есть. Страх перед народом, да. Перед проявлением свободы, свободомыслия, какого-то поведения нестандартного. Они же все боятся этого очень. И даже не знают, как реагировать. Они реагируют привычным образом, репрессивным. Увольняя с работы, вот как мы знаем, там человек выразился, что-то сказал, такое написал, что уволить с работы, сразу откреститься от него. Либо премии лишить, либо что-то осудить. Осудить не понять человека, почему он так говорит, а осудить. Вот, это тоже привычное поведение. Потому что люди-то не мыслят. В основном люди осуждают, судят, но не мыслят. Мысли-то это сложно видеть за явлением его сущности. Самое сложное. Понимать. Это понимание, это мало кому дано мудрость. Мало кому дано. Посмотрите ролик о мудрости. И вы поймете, что мудрость это штиль. Штиль в сознании. Когда тебя ничего не беспокоит, не волнует. Ты спокоен. Ты понимаешь, что мир устроен совершенно. И твоя задача просто заниматься любимым делом. Быть счастливым и быть человеком, рядом с которым легко дышится. Не создавать проблемы. Решать их. И другим помогать, справляться со своими проблемами. Исцелять людей. Вот что такое мудрость. Все остальное не мудрость. Мы видим это. Проблемы умножаются. Возгонка идет страхов. Возгонка негатива. И так далее. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, комментируйте. Задавайте вопросы. Пишите ваши отзывы. Обращайтесь за индивидуальными консультациями. Будем все прорабатывать. Разбираться. Найдем решение любой проблемы психологической. Психология это очень крутая вещь. Психотерапия очень сильная штука. Вы можете поменять все. Вы можете поменять свою жизнь. Вы можете поменять свой характер. Свою судьбу. Своё окружение. Все можно поменять к лучшему. Помните, что все временно. И все может измениться в любую секунду. В любую секунду. И ваша жизнь тоже может поменяться к лучшему в любую секунду. Спасибо за внимание. Вам отличного настроения. Море позитива. И овладейте искусством самонаблюдения. И не запугивайте ни себя, ни других. Не воспринимайте других как объект воздействия. Ни себя. Просто станьте мудрыми. Станьте мудрецами. Наслаждайтесь жизнью. И живите спокойно.